Друзья, рада вас приветствовать в своем новом видео. Я себя чувствую уже хорошо, поправляюсь, ну практически поправилась. Хочу вас поблагодарить за теплые слова, за добрые слова, которые вы мне желали, которые я все пропустила через свое сердце, и мне эта энергетика положительная и поддержка очень помогла. Огромное вам спасибо. У нас в Калининградской области наступила зима, ну, наверное, потому что у нас ее не было ни в январе, ни в феврале. Выпал снег, стоят небольшие морозы, снегопады, но через несколько дней уже обещают плюс 12, резкое потепление. Первоцветы уже взошли, находятся под мокрым толстым снегом. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня хочу сделать видео, обзор своей рассады в марте. Покажу, как все подросло, что я еще посадила, что собираюсь посадить. Приглашаю вас к себе в гости и приятного просмотра. Все растюжки, которые я посадила ранее, растут и развиваются хорошо. Уже я посеяла томаты, посеяла сладкий перец болгарский, баклажаны. Некоторые цветы я еще не посеяла, перенесла, посев некоторых цветов на конец марта и середину апреля. Какие же томаты я посеяла? Я в этом сезоне приобрела томаты гномы. У меня образовалась небольшая коллекция. Говорят, это очень необычные, вкусные томаты какого-то необыкновенного вкуса. Хочу повыращивать. Буду вам летом показывать эти томаты и расскажу свое мнение о них. Действительно ли они такие необыкновенные? Не показывала вам обзор семян томатов гномов, так как они пришли уже довольно-таки поздно. Уже буду показывать тогда, когда будет результат. А так я их никогда не выращивала. Просто так рассказывать о них, что они прекрасные, конечно же, я не стала. Томаты гномы я сеяла несколько этапов. Первый посев у меня был 17 февраля, потом 28 февраля. Перец я сеяла пророщенными семенами. Замачивала болгарский сладкий перец и баклажаны 10 февраля. Замачивала в суспензии хлорелы семена и в гуматикалии. Сделала вывод, что в гуматикалии было лучше проращивание семян, быстрее они просыпались, чем в суспензии хлорелы. Но это вот мой опыт, рассказываю вам, как есть. Болгарский перец и баклажаны я где-то сеяла с 25 марта по 10 марта. Перец декоративный я сеяла 10 декабря. Он у меня уже большой, цветет. Перец горький я тоже сеяла рано, где-то 15 января. Ну, тоже уже такой большой. Дальше в обзоре все покажу. Посев томатов у меня немного всегда растянутый. Я сажаю в несколько этапов. 10 марта. Далее у меня будет посев томатов 15 марта, 23 марта и последний, наверное, 26 марта. Как-то под видео вы меня спрашивали, какими фитолампами пользуюсь я. У меня здесь чего только нет. Обыкновенные фитолампы для растений с красным светом, вы видите, они горят. Обыкновенные лампочки, лампочки-прищепки, подсветка из светофора недорогая. В общем, чего только нет. Пока мое место оборудовано вот так в этом году, не очень. Но в следующем году планирую поставить вот таких вот три стеллажа, чтобы было все аккуратно и удобно выращивать. Приобрели мы в светофоре вот такую вот лампу. У нас их не было, были вот только вот такие тоненькие. Но под ними тоже, вы знаете, неплохо все растет. А вот недавно привезли вот такие к нам, доехала в Калининград. Вот такая продукция. Это мощность этой лампы подсветки 45 ватт. Вот еще она у нас не подключена, но будем подключать, буду ее пробовать. Она светит довольно-таки ярко. Так что у меня лампы все такие, можно сказать, бюджетные. Нет у меня никаких дорогих светильников. Ну и все прекрасно растет. Друзья, заодно буду вам сейчас показывать все растения, какие у меня есть, что и как растет. И покажу, и расскажу, как я пикирую те или иные растения. Свой способ. Потому что вы меня спрашивали, я, конечно, вам отвечала в комментариях, но нагляднее будет, конечно, понятней. Итак, первая полка. Вот у меня здесь стоит ящик. Это ящик, это душистый табак низкорослый растет. Вчера я его пикировала по несколько растений. Вы видите, у меня прямо вот таким букетным способом растут растения. По несколько штук. Также я их буду высаживать в открытый грунт, в озоны, в клумбы. Вот как есть в горшочке. Вот таким букетным способом. Я никогда не распикировываю растения никакие. По одному. Все равно я все буду сажать более плотно, кучно. Так оно смотрится намного лучше. Но это на мой вкус. Предполагаю, что в этом сезоне у меня будет бальзаминовый сад. Так как у меня в этом году большое количество черенков бальзаминов. Вот стоят, ждут своей очереди, когда я их посажу в горшочки. Укореняются. Сохранила несколько маточных кустов с прошлого года. И вот всю зиму практически я черенкую. У меня их уже довольно-таки много. Хочу поворачивать этих цветов побольше, так как они вообще неприхотливые. Не требуют особого ухода, полив, подкормка. И выглядят всегда очень декоративно. Здесь у меня посажен кустик. Никогда вам не показывала. Растет у меня есть такой кустарник в саду. Жимолость блестящая. И вот я для съемок каких-то кулинарных срезала веточки, ставила в вазочку, и они дали корни. И я посадила. Очень красивый кустарник. Второй стеллаж. Здесь у меня стоит ящик с томатами, которые я посеяла совсем недавно. Тут, значит, разные коллекционные томаты. Ну, еще всякие, немного черри и обыкновенные томаты. Здесь у меня лежит вот такой коврик теплый. И я вот поставила, чтобы томатам было комфортно всходить. Здесь еще у меня посажена немезия не так давно. Такой вот красивый цветочек нежный. И посадила я астру. Называется трубадор. Сею семена я астры всегда поверхностно. В схожесть уже всходят семена. Хочу поворачивать. И еще мне несколько из этой же серии кустовых астр придет. Тоже со зоны семена. Но я немножко их попозже посею. А вообще астры у меня в этом году плохо всходят. Залог хорошей схожести астр нужно купить свежие семена. У меня как-то в этом году с этим не очень. Ну, немного рассады астры есть. Мне этого, конечно же, хватит. На третьей полке у меня сейчас расположились томаты гномы. Я их посеяла в общие контейнеры. Когда появится пара настоящих листьев, я их распикирую по стаканчикам. Семена разнообразные здесь сорта. Схожесть очень хорошая. Здесь стоит небольшой ящик. Посажена у меня оранжевая шапочка. Это черри. Мини томаты. Желтые у меня такие есть. И оранжевые. Сеяла томаты тоже разным способом. Некоторые сразу в индивидуальные стаканчики. А кто-то в общих лоточках. Потом будет распикирован. Последняя полка стеллажа. Здесь у меня находится виола. Вот это довольно-таки большая виола. Это я сохраняла самосев с прошлого года. Растет здесь очень кучно. Не хочу ее уже трогать, разделять. Так и будет расти, так и будет высажена. Букетным способом. Вот это та же самая виола. Росла в общем ящике. И я ее вчера распикировала. Вы видите, здесь по три, по четыре растения в горшочке. Разрослась мшанка. Я ее посадила уже из стаканчиков. Вот такие низкие. У нее небольшая корневая система, но широкие горшки. И она вот так разрастается, прекрасно кустится. Я ее периодически раз в неделю подстригаю. Поливаю тоже не сильно по краю горшка. Здесь у меня растет сан-виталия. Тоже по несколько растений. Пока еще в маленьких горшочках. Я ее прищипнула. Не смотрите, что она кажется, что невзрачная. Я ее просто прищипнула, чтобы она хорошо кустилась. Здесь у меня растет, вот так взошел молочай. Декоративное такое растение, красивое, с варегатными листьями. И вот немножко у меня посажено астры разнообразной. Сажаю я всегда поверхностно. Вот где были свежие семена, схожесть вообще прекрасная. Ну а где семена были не такие свежие, схожесть похожа. Ну и все равно еще немножко досею астры. Достаточно мне будет столько растений. Все растения я расположила вот в таких небольших ящиках. Может кому-то тоже понадобятся такие ящики. Они продаются в светофоре. По-моему по 5 рублей за штуку. Или по 10 рублей. Ну очень удобно в них составлять стаканчики. Они не занимают много места. Но в них довольно-таки тоже много растений входит. В этом ящике находится портулак разнообразный. Есть несколько стаканчиков с ампельным портулаком, который я буду первый раз в этом году выращивать. А есть обыкновенный портулак. Красный, белый, смесь. Вчера я его тоже распекировала некоторый. Ну вот вы видите, тоже букетным способом. По несколько растений в одном горшочке. В этом ящике у меня находится перец сладкий болгарский. Разный. Я сажаю немного перца. Вот этот ящичек мне достаточно. Перец в разной стадии развития. Есть вот в такой. Есть немножко побольше. А есть кто еще и даже не взошел. Ну как сказала ранее, у меня перец весь ранний. Он успеет вырасти. Следующий ящик я отделила полностью сухоцветом. Очень их люблю. Всегда выращиваю много. Итак. Вот здесь вот такой уже у меня кермек. Это мой. Долго он сидел, не рос. Но вот сейчас пошел расти. Новое растение. Сухоцвет, который буду выращивать. Но я знаю, что видела, как он цветет и растет. Это лунария. Заказывала тоже на Озон. В нашем городе не смогла купить. Было здесь 4 семечка. Ну они практически все вот сходят. Очень красивое растение. Оно очень красиво цветет. Ну и как сухоцвет тоже очень интересный. Это вот здесь вот растет. Два горшочка кроспидия. Барабанные палочки. Это статица. Ну и разные другие не буду называть. Здесь есть такие названия, что не выговоришь. Бессмертники. Семена всех сухоцветов я сеяла поверхностно. Люблю такой стиль выращивания. Мне нравится. Ну схожесть хорошая. Вот здесь вот взошел лимониум. У меня 4 растения получилось. Вот 2 растения в таблетках и 2 в горшочках получилось. Сухоцветы всегда стараюсь высаживать тоже в одной клумбе. Они очень красиво смотрятся. Это ящик с лобелией. Лобелия вся разная. Посажена в разное время. Вот эта большая в пол-литровых стаканах. Я сохранила самосев с прошлого года. Подстригают уже ее каждую неделю. Не даю ей пока цвести и сильно разрастаться. Также здесь разная лобелия. Вы видите, вот такая коротенькая. Я ее вчера подстригла. А вот эта вот я вам оставила показать. Не подстриженная. Не нужно давать ей, чтобы она вытягивалась, наклонялась. Я прямо беру ножничками и вот так вот ее подстригаю. Этот кустик потом подстригу. А так вот подстриженные кустики вот так вот выглядят. Лобелия хорошо очень переносит стрижку. Она будет более пышной. Кустица будет. В этом ящике у меня находится бегония. Которую я сеяла сама, наверное, где-то еще в декабре. Вся она посеяна в один день. Но вы видите, развитие разное. Вот это самый большой кустик. Я его перевалила вот в такой пол-литровый большой контейнер. Она уже цветет. Обыкновенная, не махровая. И есть еще вот такие разные. Кто-то больше, кто-то меньше. Вот даже вот такой малыш уже зацвел белым цветом. Друзья, в прошлом видеообзоре рассады я вам говорила, что я посеяла колопогон. И растение холила или лила. Росло-росло оно. Я думаю, ну вот, будет у меня такое прекрасное, красивое, необычное растение в саду. Но потом, когда оно подросло, я стала подозревать, что здесь что-то не то. И смотрю, что вместо, вот видите, колопогона, у меня вырос бальзамин. То есть оказалось в пакетике семян колопогона, семена бальзамина. Ну ладно, тоже хоть какой-то результат есть. Вот жду, каким цветом зацветет. Так что колопогон у меня в этом году не вышел. Вот так уже подросла каменная роза, которую я выращивала из семян. Семян было много, большая россыпь. И вот из большого количества семян только одно растение. Ну, долго растет, но вот такое уже видно, что это каменная роза. Также у меня здесь еще растет очиток карамельный. Тоже сеяла поверхностно. Потом распикирую по несколько штучек в горшочке. И здесь еще у меня растут две гехеры. Вот это я купила поздней осенью, занесла домой. Вот так она уже подросла, вот с такими красивыми, интересными листиками. А вот эту я вырастила из семян. Тоже уже довольно-таки большое и крепкое растение. Ну и перехожу на самую нижнюю полку. Здесь у меня проживают такие растения, как ясколка. Взошла вот таким вот ковриком. Вчера я ее подстригла. Не знаю, даже может не буду ее распикировать. Просто перевалю в более больший широкий горшочек. И вот такой куртинкой высажу. А потом буду разводить. Здесь у меня взошел котовник розовый. Из небольшого количества семян только одно растение взошло. Но этого достаточно. Я довольна, так как потом, если растение вырастет, можно его разводить уже путем черенкования или при помощи деления куста. Гелиотроп марина. Прекрасное растение, которое очень красиво цветет, пахнет. И у него довольно-таки декоративные листья. Я его тоже потом по горшочкам распикирую. По два, по три, в один, наверное. Здесь у меня прекрасно взошла и хорошо себя чувствует лаванда. Не планирую я ее больше как-то рассаживать, пикировать. Тоже буду сажать букетным способом. Будет вот такой опыт. Хочу попробовать. Но есть у меня в планах сделать небольшую клумбу. Чисто из лаванды. Такую неширокую, чтобы вот бордюром ее посадить. Это в планах. Далее здесь растет лук-порей разнообразный. Ранеспелые все сорта. Лук-порей, когда подрастает, чтобы его, вот эти молодые перышки, не заваливались, я его подстригаю. Здесь вот так хорошо взошел фиолетовый базилик. Это сельдерей с интересным названием «Жених». Сельдерей бы, конечно, нужно распикировать. Я его посадила, вот у меня здесь написано 17 февраля сельдерей. Вот в такой стадии развития он. Он хорошо переносит пикировку, и чтобы он был крупный, черешки были более такие крупные, нужно, конечно, распикировать его и потом высаживать уже грядки на огороде. В этом ящике у меня находятся петуния и плющелистная герань. Петуния уже тоже перевалена вот в такие большие стаканы. Я ее подрезаю, чтобы она давала больше побегов и была пышной. Плющелистная герань, которую я сажала в декабре, уже довольно-таки большая. Я с нее брала уже черенки, укоренила их вермикулите. Вот такая уже корневая система. Нужно будет их пересадить скоро в землю. И еще две плющелистные пеларгонии герани, посаженные немножко позже. А здесь вот так же стоит у меня в пакете, в лоточке вермикулите, тоже еще несколько побегов от плющелистной герани я черенкую. Крайний ящик – это смесь для японского садика. Вот так уже все подросло. Сейчас покажу, чем я подкармливаю уже вот эти взрослые растения. Вы можете сами сейчас прочитать, что входит в это удобрение. Это удобрение действует 3-4 месяца. Я его купила на озоне, чтобы летом в кашпо с цветами насыпал и забыл. И на 3-4 месяца растение обеспечено полностью всем питанием. Девочки, я знаю, что вы тоже выращиваете такие вот растения. Японский садик, низкорослые покупали. Напишите, что у вас выросло. Вот вам поближе сейчас покажу, какие у меня растения. Посмотрите, не знаю, правда, названий, так как семена все были перемешаны в упаковке и без названий. Вот такое интересное растение. Посмотрите, какие у него красивые листики. Прекрасные. Вот это растение я формирую, без конца прищипываю. Вот так оно кустится. Довольно-таки жесткие листья. Не знаю, что за растение. Вот это я говорила, что похоже на живучку. Здесь тоже какие-то такие цветочки, я так думаю, потому что уже набирали бутончики, но я тоже их подстригла. Вот с такими листиками тоже растения шершавыми. Уже довольно-таки большой злак подстрижен. Ну вот это, наверное, я даже не знаю, тоже какой-то цветок. Тоже я все-все подстригла, чтобы все кустилось и цвести еще рано, конечно. Тоже вот еще небольшой злак растет. Вы говорили, наверное, это овсяница. Виола. Тоже я ее прищипнула, она уже была с бутоном. Ну и какие-то вот такие тоже цветочки, я так думаю, многолетние, низкорослые. Ну вот так выглядит японский садик сейчас в марте. Вот кому хорошо, нагулялся и сладко спит. Рассады становится все больше, она занимает все больше места. Ну естественно, что придется мне потом, после выращивания рассады дома, делать генеральную уборку. Как бы неаккуратно здесь не следил за этим, но все равно земля ей земля. Здесь у меня находятся разные декоративные перцы уже, вот такие хорошие. Тоже растут под лампами из светофора. Перец я тоже сажала в разное время. Есть кто еще небольшой, кто цветет. Это горький перец. И разнообразный вот декоративный. И это вот тоже горький, который я буду выращивать в ведрах. Друзья, ну так вам сейчас обзорно покажу ящики, сколько я насажала. Я, конечно, болеть не очень-то люблю и умею. Как мне стало немножко легче, конечно же, мне захотелось поработать. Лежать я не могу. Но вот такая работа, она, вы знаете, как лекарство для меня. Вот кто любит растения, заниматься землей. Я испытывала большое удовольствие, сажая разнообразные овощи, баклажаны, перцы. Вот это ящики стоят с баклажанами. Кто-то взошел, кто-то только всходит. Ну вот на такой стадии они у меня. Это ящики баклажан и перцев, которые я посеяла на заказ. Ну и так вам пройду, покажу. Не буду называть, где перец, где баклажаны. Они сейчас у всех семидольные листья. Они выглядят практически одинаково. Ну, вы видите, объем немаленький. Вот столько. И с другой стороны тоже. Перцы, баклажаны. Друзья, я хочу вам показать немножко весны. Не буду показывать все дерево. Я в феврале, где-то в середине февраля, сплела три дерева из ивы. Сделаю вам отдельное видео. Вот такой же результат. Пахнут медом. Температура в этом помещении, где находятся у меня практически все растения, которые я выращиваю, 18-20 градусов. Вся эта рассада цветов и томатов будет примерно в середине апреля. Вся перенесена в поликарбонатную теплицу. Там я поставлю дуги и накрою эту рассаду белым нетканым плотным материалом и пленкой. Итак, эти растения будут закаляться в этой теплице поликарбонатной и находиться до высадки в грунт. Но когда угроза заморозков, всегда в поликарбонатную теплицу я ставлю обогреватель, ветерок, который обдувает и гоняет теплый воздух. Потому что весенние заморозки у нас часто бывают. Ну вот столько еще предстоит посеять семян цветов. Здесь разные лаватера, гадеция, космея, разная циния, календула, бархатцы тонколистные. Друзья, ну вот я вам и показала, как моя рассада выглядит на март месяц. Если будет желание, делитесь в комментариях, как дела у вас с рассадой. На этом буду заканчивать свое видео. Спасибо вам за просмотр и до встречи на моем канале.